В этом пруду рыбы бессовестно много. Подводная анархия дошла до того, что наглый карп утащил у конкурсанта удочку. Карп утащил. Там походу хорошая. На зимней рыбалке я столько удочек вот так вот поутаскивал. Там же всё, да, она уплывает. Ну она ныр туда и всё. И там не... Там ищи, не ищи. Владимир Махорин отличился не раз. Ему повезло ещё на этапе жеребьёвки. Вытащил счастливый билет, дающий право удить на два крючка. 13 лет назад заядлый рыбак оказался в инвалидной коляске и с тех пор впервые выехал на рыбалку. Как будто заново родился и тем более мне нравится. Если я раньше рыбачил, значит мне очень нравится порыбачить ещё. Тем более на старость лет. Организовать спортивную рыбалку для колясочников было идеей Александра Глазейкина. Событие для региона уникальное. Чтобы соревнования прошли на достойном уровне, помогали спонсоры. Ездил много по прудам, я где выбирал место, чтобы можно было примерно как здесь стоять на колясках. Но остановился на этом пруде, так как рыба есть, и место удобное, и ехать недалеко. В итоге собрали 10 участников. Заядлых рыбаков и любителей. Возможность поудить в удовольствие предоставил рыбхоз села Успенка. Было только одно условие. Маленьких карпиков отпускать обратно в пруд. Опыта толком-то никакого нет. Будем набираться. Чаще надо будет выезжать. Сплочённая команда друзей теперь вместе каждые выходные благодаря проекту «Качу по свету». Мы уже с ребятками летали на дельтапланах, объездили уже в соседние области. Вот теперь у нас наши уже колясочники Александр Глазейкин организовал рыбалку для инвалидов-колясочников. Вот рыбалка очень удачная. У нас уже серьёзный улов. Не то слово серьёзный. У победителя в садке 26 килограммов. Остальные наловили не намного меньше. Рыбой угощали всех друзей и знакомых. А наваристая уха после шести часов соревнований пришлась очень кстати. Наталья Макурина, Сергей Кириченко. Такой день на мире Белогорья.